После проверки строительных площадок специалисты межведомственной комиссии составили список самых популярных нарушений застройки в Анапе. Культура строительства, паспорта объектов, мусор на территории и за ней. Нареканий много. Картину, которую мы увидели, конечно, я бы сказала, такое слово применила, удручающая. То есть чувство, что вчера была война. Я хочу сказать, что мы начали с тебя, составим реестр, где будет указано. Разрешение на строительство, объект, адрес, подрядчик, телефоны, фотография. На фото вся картина нарушений. Стройплощадка на улице Ленина, 178, без ограждений, без паспорта объекта. Дом строят иностранные работники. У специалистов претензии к внешнему виду стройки и строителей правила безопасности не соблюдают. Я уже не говорю о таких вещах, как требует на сегодня законодательство. Обязательное наличие на объекте спецзабъездных для рабочих. Индивидуальные средства в защите от безопасности – это наличие кассы. Невозможность проявления на объекты сторонних рисков, детей и так далее. Такие же нарушения на объекте стройки по адресу улица Рождественская, 152. Нарушает застройщик по адресу Объездная, 9. Многоквартирный жилой дом не огражден, козырька нет. Стройка открыта для посторонних, вокруг мусор. Из застройки на улице Мелькова, 28, грязь на дороге, строительный мусор на территории и вокруг. На улицах с поэтическими названиями сплошная строительная проза. Многоэтажки номер 32 и 55 по улице Островского, дом на Маяковского, 5А. Несмотря на то, что у нас уже строительство, но на самом деле очень сильно занят на сочинских объектах. Я абсолютно убежден, что наземная должна их привлекать в этот момент, ставить в известность, потому что у них как раз есть все помочь, выписывать предписания в сочинское объект и доказывать. Они имеют право страховать застройщиков по этому вопросу. Нормы и правила застройки от идеи до первого блока на фундаменте напомнил заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов. Акты выбора трасс, вода, свет, проектные документы, согласование с архитекторами. Для чего требуется акт выбора трасс? Для того, чтобы в архитектуре все исполнительные документации будете делать, поверьте мне. Потому что очень много нет базы в архитектуре, где какие коммуникации находятся. Мы постоянно с вами начинаем копать, кто на одну коммуникацию в сторону будет, столкнемся. Правила работы башенных кранов в темное время суток должны подсвечиваться. К каждой стройке должны быть подъездные пути. Строительный участок огорожен не от чужих глаз для безопасности. Требований определенных не было. Поэтому я скидку делаю на это. Но это было вчера. Зато очень много сегодня приходит консультироваться, как получить в установленном законном порядке разрешение на строительство. И готовятся эти документы. И проекты, и эксплуатизы, и так далее. Поэтому возможно, да скорее всего так и было, никто на вещи, на сам процесс организации строительной площадки никогда не прощал мину. С сегодняшнего дня это будет под контролем. Разобрали нормы пожарной безопасности и угрозы подтопления. Обязательное условие при подписании разрешения на строительство жилого дома, планирование детской площадки и зеленой зоны. По требованию губернатора Кубани Александра Ткачева. Первый вице-мэр города Светлана Яровая установила конкретный срок. Семь дней на исправление нарушений и недочетов. 8 августа все адреса строек проверят повторно. В администрации отметили, анапчане все чаще обращаются за разрешением на законное строительство. Так спокойней, надежней и выгодней. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Анапа. Регион.